Русские народные песни, нетронутые человеком леса и настоящая усадьба. Сюда, на окраину деревни Сегова Псковской области, часто приезжают туристы. И не только для того, чтобы насладиться природой и пением птиц, но и песней колоколов, которым уже 32 года дарит голос хозяин усадьбы, литейщик Александр Лапшин. Буду делать вам форму для колокольчика. Это отдельная профессия, что ли. Сделать форму. Потому что наше дело, оно комплексное. Один у нас может только лить, другой формы делать, третий обрабатывать. Создание колокола в руках Александра кажется простым умением. В действительности за мастерством литейщика стоит многолетний опыт, построенный на ошибках, изучениях материала и техники и, конечно, импровизациях. Вот когда это все высохнет, будем сборку делать форму. Так, где у нас тут? Тут. Ага, ну вроде так. И сборка будет вот так осуществляться. Оп. Вот можно заливать. Колокольчик. Для чего будет предназначен колокол, каждый мастер уже заранее знает перед изготовлением. Звучение одного будет успокаивать малыша перед сном, а другой приглашать верующих на богослужение. Предназначение колокола зависит от его размера, состава и формы. Каждый колокол всегда делится на части. На сегменты. Если посмотреть сверху, то вот эти части. Вот, например, вот одна часть, вторая, третья, четвертая. Вот если они будут разными, разными, вот как здесь, например, стенка чуть толще, чуть тоньше, то звуки будут разные от этих частей. Потому что есть линии такие. Вот образуются линии, где нет звука в колоколах. А вот части они звучат. Вот если они разные, то и звуки у них будут разные. Создание колоколов – это не просто работа с глиной, металлическими формами и сплавами. Для мастера это настоящее искусство, которым важно обладать абсолютным слухом и музыкальной грамотностью. Александр Лапшин в советское время получил степень доктора технических наук. Изучал резонансные свойства колоколов, углубляясь в точный расчет и контроль. Спустя годы профессор литейного производства и член Союза художников научился совмещать науку и творчество. В те годы, когда я начал этим заниматься, что такое колокол вообще не было представления. То есть если висел один колокол в храме, это было хорошо. Поэтому пришлось учиться как бы заново. Колокола разных стран имеют свои особенности. Их звон для каждого народа по-своему уникален. Это обусловлено различием в культурных традициях. Колокола олицетворяют исторические пути стран. Вот это немецкий колокол, а это вот русский колокол. Их можно сравнивать. Масса у них одинаковая, диаметр одинаковый. То есть можно сравнивать. Вот как вам по звуку? Вот немец. Русский. Что вам больше нравится? Литейщиков в мире становится все меньше из-за автоматизации производства. Такой человек, как Александр Лапшин, в следующем веке может стать восьмым чудом света. Поэтому литейное мастерство поддерживают туристы из разных городов нашей страны. И приобретают колокола как для храмов, так и в качестве украшения для интерьера. Рыбинск, Ярославль, Ставрополь, Москва. Это лишь некоторые из обширного списка городов, где теперь звучат голоса колоколов Александра. Как говорит сам Александр Лапшин, процесс литья колоколов нужно вкладывать душу. Автоматика с такой задачей не справится. А если за дело возьмется человек, то оно просуществует и тысячу, и две тысячи лет. Ведь раньше свое мастерство литейщики передавали из поколения в поколение. Беречь его значит сохранять коренное ремесло русского народа и его уникальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова